Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Вот шла мимо и увидела люпин. Хочу вам рассказать, что это еще один цветок, который могут спокойно высадить себе начинающие садоводы, которые не приносят никаких хлопот и за ним не нужен уход. Люпин это многолетнее морозостойкое растение. Где-то оно вообще воспринимается как сорняк. У нас в Сибири этот цветок. И цветок очень красивый. При групповых посадках он выглядит очень красиво. У меня вот вдоль забора, видите, там соседская баня. Тень от нее не дает возможности здесь ничего посадить. Тут постоянно тень. Он полутень спокойно выносит. В тени у него даже ярче цветы, такие как насыщенные тона. Он бывает разного цвета. Вот у меня, видите, как и фиолетовый, и розовый какой-то, и бордовый, и фиолетовый, и розовый. Хорошо распространяется. Можно размножить семенами. Вот сейчас у нас цветет. Тут будут такие маленькие стручки, которые будут расщелкиваться. До расщелкивания надо сорвать вот этот весь бутон. Положить. Ой, цветовод пришел. Положить на просушку и где-то прикрыть тряпочкой, чтобы они не расщелкались у вас, не распрыгались по всей квартире. Все. Осенью, под зиму его садить. Весной он вырастет. У него стержневой глубокий корень. Его можно не поливать вообще никогда. Он сам, он до метра, до двух метров в глубину. Еще одна очень хорошая способность люпина. Он обогащает, облагораживает почву. Там, где рос люпин, потом можно садить любые культуры. Наполняет ее азотом. Там еще очень-очень у него много каких-то полезных свойств. Люпин даже используется в качестве седиратов. Это многие знают. Но вот мы вот эти вот люпины используем в качестве цветов. Украшения просто своего огорода. Цветы можно набрать вам самим. Где увидите цветет люпин, придите через... Ну там через какое-то время, когда у нас цветет. Нарвите этих стручков. И под зиму можете посеять сразу на постоянное место. Можете просто сделать маленькую грядочку, школку, как на рассаду. А потом рассадить, куда вам нужно. Все. Для начинающих люпин, так же как колокольчики, прекрасный, идеальный вариант для того, чтобы с каких-то цветов, самых простейших, начать украшать свой участок. Не требует вообще совершенно никакого времени. Будет расти много-много лет. До свидания. Если хотите узнать о других цветах, о многолетних морозостойких и неприхотливых, заходите ко мне на страницу. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова